Содержанием городского пляжа в этом году занимается компания «Гострой», с которой департамент ЖКХ заключил муниципальный контракт. Уборка территории производится точно в пятницу, субботу и воскресенье, а также по заявкам, если будет зафиксировано большое количество мусора. На этой неделе запланировано приведение пляжа более-менее в порядок. Будут подстрижены ивы, лавочки и урны покрашены. Подвосстановим раздевалку и в планах есть еще организовать душ. В службе ГОЧС проведена работа, установлены буи, информационные стенды, знаки, а также проведено обследование дно водолаза. Азовским департаментом ЖКХ заключен контракт и с областным центром гигиены и эпидемиологии на санитарно-эпидемиологические анализы проб почвы и воды. Результаты исследований станут известны в течение недели. Как уже сообщалось, в связи с капитальным ремонтом дороги по улице Промышленной, 13 мая был перекрыт Кагальницкий переезд. Фрезерование было три дня назад всего асфальтобетона по улице Промышленной. Я видел уже отчеты, пригнали основную технику. Сейчас уже договариваются насчет бетона. У нас проходят последние точечные моменты по электрике. Спасибо всем ресурсникам, которые поучаствовали в очень оперативный водоканал и Ростелеком, и все остальные откликнулись, приехали, все вопросы решились буквально моментально, которые возникают. В ближайшее время начнут наконец-то приводить в порядок совершенно разбитую дорогу по улице Дружбы. Здесь капитальный ремонт продлится два года. На прошлой неделе мы выезжали с подрядчиками, провели все необходимые подготовительные работы, кроме сбора со всеми ресурсниками, то есть то же самое, что было по промышленной, мы должны повторить в течение нескольких дней по Дружбе. Там очень много коммуникаций, очень много моментов. В принципе, я проговорил с подрядчиком, прораб и мастер, все назначены, все приказами. Есть график производства работ, и мы идем по этому графику. Пока что нет каких-то сомнений в том, что они будут не успевать по графику. На телефон службы 112 снова стали поступать жалобы азовчан на неприятный запах. Если месяц назад это были единичные звонки, то сейчас их десятки. Как сообщил начальник управления ЖКХ Роман Ткаченко, эту проблему обсудят представители администрации и инициативные группы жителей на встрече, которая пройдет завтра, 18 мая. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.